Декоративная фасоль. Часто у человека возникает желание просить свой участок или привнести в него новизну. В ход идут разные способы, от цветов до лебедей, сделанных из шин. Только все почему-то забывают о том, что такое привычное растение, как фасоль вьющаяся, может быть использовано в качестве декоративного элемента. Характеристика растения. Декоративная фасоль – это однолетние вьющиеся растения. Она имеет листья зеленого цвета и кистеобразные цветы. Их окрасы разнятся от белых до розовых, от красных до пестрых. В целом же это название группой сортов одного вида фасоли, применяемой для украшения участка. Фасоль цветущая декоративно может применяться как украшение. Она растет очень быстро, достигая длины 5 метров. Ее пускают оплетать беседки, окна, заборы, различные решетки и многое другое для создания тени, для закрытия участка от чужих глаз. Этот интересный ход позволяет привнести в дизайн жилища или дачу новизну. Единственное условие, которое нужно соблюдать – опора, на которой растет фасоль, должна быть очень крепкой, способной выдержать вес растения. Ее можно употреблять в пищу, так как стручки фасоли вьющегося сорта съедобные. Они богаты витаминами и, как все бобовые, очень питательны. Содержат в себе множество полезных веществ – железо, цинк, магний. Декоративная фасоль важна. Из сочетания декоративных вьющихся бобов и картофеля может получиться очень грамотный симбиоз. Дело в том, что они вырабатывают много азота, насыщая им почву. Это приводит к увеличению урожая клубни и защите растений от фитофтороза. Сорта. У этого растения большое количество сортов. Все из них используются в ландшафтном дизайне. Каждый сорт имеет свои особенные свойства, будь то длина лиана или же цвет. Иногда встречаются растения золотого оттенка. Некоторые фермеры и садоводы иногда даже сочетают их, добиваясь поразительного результата. Вот описание некоторых сортов. Фасоль огненно-красная победитель. Популярный в России сорт фасоль победитель достигает высоту 4 м. Имея при этом большое количество цветков ярко-красного цвета. Сорт немноголетний, живет один сезон. Бобы этого сорта вьющиеся фасоли съедобные. Они имеют светло-фиолетовый цвет и покрытые небольшими черными пятнышками. Сорт страшно боится морозов и даже при небольшом похолодании растение может погибнуть. Турецкие бобы сорта отличаются оранжево-красными цветами, словно пылающими огнем. Вырастает до 3-4,5 метра, не требуя каких-либо затрат. Растение очень неприхотливо и приживается в любом месте. Аметист имеет стручки темно-фиолетового цвета, что роднит ее с остальными сортами. Это очень теплолюбивое растение, боится заморозков. Используется в пищу, в фасолевых салатах, в супах. Зреет не одновременно, стручки собираются раз в несколько дней. Ляна достигает длины в 2,5-3,5 метра. Герцогиня этот сорт можно спутать с турецкими бобами, так как растение имеет цветы красного иногда в сочетании с белым окрасом. Используется в декоративных целях и в качестве пищи. Листья широкие, большие. Ляна достигает 3-4 метра в длину, из-за чего растение отлично подойдет для украшения участка. Пурпурная леди, в отличие от остальных сортов, этот не вырастает до больших размеров. Его максимальная длина составляет около 1,5 метров. Цветы окрашены в пурпурный цвет, за что растение и получило свое название. Стручки окрашены в тот же цвет, что ль цветы. Имеют длину до 15 сантиметров. Употребляются в пищу. Бобы белые, пурпурная леди к сведению. Растение вырастает очень рано и относится к ранее с белым. Плоды можно употреблять уже на 50-60 день после посадки. Далеко сорт считается декоративным, хотя некоторые фермеры могут использовать плоды в качестве корма для скота. Достигает высоты до 4 метров. В зависимости от типа сорта может иметь ли она красного или фиолетового цвета. Цвет стручков и цветков тоже зависит от этого. Испанское белое этот сорт фасоли можно назвать гигантом среди всего семейства. Средний размер бобы этого растения превышает параметры других бобовых в 5-6 раз. Из-за этой особенности она очень часто сажается не для украшения, а для еды. Но не стоит думать, что это только пищевой сорт. Люди сажают ее еще и из-за ее мощных лиан, которые крепко держатся в земле. Это позволяет растению вырастать до небывалых 4 метров. Именно это качество делает ее одной из фавориток среди всех остальных сортов. Посадка фасоли в открытый грунт. Декоративная фасоль любит открытые солнечные места, поэтому лучше сажать ее там, где солнце светит весь день. Например, вьющуюся фасоль часто сажают на балконе, чтобы не опустить лучи солнца в комнату. В таком случае посадка и уход за декоративной вьющейся фасолью требуют особых затрат. Подготовку нужно начинать осенью. Участок перекапывают и удобряют суперфосфатом и калийными удобрениями с расчетом 0,25-0,3 и 0,15 кг на 10 квадратных метров. Благодаря этим действиям цветы растения будут очень ярко цвести, а лианы станут крепкими, что будет обеспечивать хорошее закрепление растения на опоре. Важно! Следует обеспечить насекомым доступ к цветам фасоли, для того чтобы они хорошо опылялись. Нектар растения станет достойной для них наградой. Некоторые дополнения почвы не должна содержать большого количества азота, так как это погубит растения, исходя из прошлого пункта. Нельзя добавлять удобрения, содержащие в себе азот после вскапывания грунта почву можно удобрить гумусом 4 кг на 1 квадратный метр. Выращивание кустовой фасоли происходит двумя путями пересадкой рассады и посевом семян сразу в грунт. Но нужно помнить, что растения не жалуют пересадку, потому предпочтительнее сделать выбор вользы у второго варианта. Посадка фасоли в открытый грунт сеять можно уже в середине апреля, но оптимальное время начинается в мае-июне, так как некоторые сорта боятся холодов. Ориентиром может служить время посадки огурца, так как он, как и фасоль, боится морозов. Семена перед посевом можно вымочить в тряпочке с раствором 1% марганцовки. Время вымачивания – 20-25 минут. Лунки располагают на расстоянии в 25-30 см. Между рядами расстояние должно составлять от 30 до 50 см. Семена сажают на глубину 2 см по 2-4 боба в каждую лунку. Если почва теплая, то посев осуществляется на ровную поверхность, если же холодная, то рекомендуется делать грядки. Около каждой лунки ставят деревянную палку, которая будет служить опорой для растения. Конструкции из металла и пластика не подойдут, так как растение не будет иметь опорные точки. Их использование возможно, если они имеют на себе много неровностей и выступов. Дальнейший уход. Молодое растение нужно укрывать, так как оно может погибнуть от низкой температуры. Это касается всех сортов этого вида. Нормальный температурный режим начинается от 18 градусов. Если она ниже, то требуется утеплить растение. Взрослая фасоль уже более устойчива к холоду и не нуждается в такой сильной опеке. Она настолько крепка, что может без вреда переносить заморозки. Регулярный полив и прополка от сорняков очень важны для фасоли. Лить воду нужно по центру лунки, грядки. Для удобрения можно применять суперфосфаты или органические удобрения. Ни в коем случае нельзя пользоваться навозом, вместо него подойдут сено, салоны или опилки. Важно помнить, что растение очень нежное. Никакое удобрение не должно попадать на листья и цветы. Это может привести к ожогу. Потому подкормку аккуратно насыпают в очву, стараясь не задеть растение. С жидкими удобрениями то же самое, можно не бояться использовать их, главное, как и сухими, просто аккуратно лить их из лейки, не попадая при этом на листья. Советы огородников. Стручки фасоли срывают, когда они нежные и не достигли своей максимальной жесткости. Это важно, если стручки подготавливаются к долгой лежке. Хранят стручки в морозилке в полиэтиленовом пакете. Стручковая фасоль, если подготовленная для еды фасоль, будет использована не сразу, а через какое-то время, то ее хранят в холодильнике на нижней полке. Она также пакуется в полиэтиленовый пакет. В него кладут несколько салфеток, для того, чтобы не допустить образования конденсата. Перед тем, как положить фасоль в пакет, ее моют. Салфетки нужно менять примерно раз в день. Это позволит бабам храниться дольше. Перед использованием продукта нужно открыть пакет и даль стручкам продышаться. Иногда почва, на которой растет фасоль, бедна и требуется обогатить ее различными минералами. Обогащают почвы разе самой фасоли и для того, чтобы после нее на другой год росли другие растения. Для этого пускают в ход зеленый настой простонародья кровяк в соотношении час-десять минут. Важно! Его нужно аккуратно и в малых количествах добавлять в землю, чтобы не допустить ожогов на растении. Фасоль давно заняла прочное место не только на столах и прилавках магазинов, но и на изгородях, украшая множество дачных участков. Трудно представить человека, который никогда не видел вьющейся фасоли и не питает теплых чувств к оплетенным ею стенам. Она настолько хорошо украшает участки и дома, что многие люди и подумать не могут о том, чтобы использовать вместо нее другое растение. Точка! Субтитры создавал DimaTorzok